Сын Святой Бог Мы воспризывали в то, чтобы поглубже заглянуть в нашу совесть, чтобы покаяться к любому во всем том, во всех основных веках, которые изображены нам в притчах и в рассказах предыдущих людей. А теперь мы вступаем в совершенно новую тему. Великий пост на английском и английском языке называется «Весной». И Великий пост – это весна духовная. После того, как мы каялись в течение всех предметоведных недель, мы вступаем в период, когда с радостью мы вместе шествуем по направлению к воскресенью Христова. И шествуем по направлению к воскресенью Христову и шествуем по направлению к воскресенью Христову. Да, на конкурсу. А затем в воскресенью мы должны друг друга простить. Простить для того, чтобы, может быть, нам вместе идти со Христом, а не идти по разу, идти вместе, нераздельно, любя друг друга. Это не так просто. Потому что за год и даже за годной жизнью накопляется в душе человека много горечек на своего ближнего. От мелочей вырастает ценные года отчужденности. А иногда это уже не мелочи, а это глубокие оскорбления и глубокие рамки. Кто-то из писателей духовных говорил о том, что наш путь под прощеное воскресенье к Пасхе подобен пути мореплавателей, которые вместе должны на одном корабле движется к цели. И поэтому, раньше, чем пустить за ход, мы должны примениться друг с другом для того, чтобы это путешествие наше было мирным. Чтобы это было совместно, чтобы мы могли друг другу помогать на пути, а не являться телом России. С одной стороны, это, кажется, иногда невозможные вещи. Как я могу всем и каждому просить все, чем у меня порой очень глубоко ранен, унизил, аскорбил? А с другой стороны, как мы можем идти на Конгоху за Христом и через Конгоху к воскресенью отвергать друг другу? И мне кажется, есть только один путь. Исцелиться до конца мы просто по доброй воле не в состоянии. Но одно мы можем сделать. Мы можем сказать каждому, с кем мы во вражде, каждому, который нам стал чужд, мы можем вам сказать, «Ты остаешься для меня задачей, еще не разрешенной, может быть, неразрешенной до конца моей жизни, но я во имя Христу тебя принимаю таким или такой, какой ты есть. Я не буду ожидать такой перемены, который сделало бы наши отношения легкими, а я тебя принимаю, какой ты есть, до конца». И буду выполнять заповеди апостола Павла, «Друг друга тяготы носите, и так его исполните закон Христов». Каждый из нас может оказаться такой тяготой для других, или для одного человека. Этого достаточно. Но вы можете сказать, «Да, я тебя принимаю, какой ты есть, ты для меня труден, ты, может быть, даже порой невыносим, ты так глубоко меня ранее впрошу, что я забыть этого не могу, пережить самим время, но я тебя принимаю, и мы будем вместе идти, потому что и ты, и другие многие должны также меня принять, должны также меня терпеть, должны также меня вести». И вот вслухи в этот Великий Пост неси иллюзию, что мы каждого человека уже простили, или можем простить в одно мгновение, когда мы подойдем к иконам, положим земной поклон и будем друг у друга просить прощения. Нет. Пусть это будет проще и более честно. Скажем «Да, ты мне труден». «Я еще не дорос до той меры, при которой все исцелено, но я тебя принимаю, какой ты есть, во имя Христова, и мы вместе будем шествовать, и мы вместе дойдем до Голгофа. И если у подножия Долгофы, если у подножия креста, видя, что стоит с Богом наше взаимное отчуждение, мы не сможем друг друга глубоко принять и простить, тогда нам надо задуматься над собой очень-очень глубоко. Потому что если мы не пройдем через Голгоф, мы не пройдем через воскресенье. вот поэтому будем друг на друга просить прощения. То есть не говорите друг другу ловно, лживые слова о том, что я все тебя прощаю, все обиды, все оскорбления, все унижения, всю неправду нашей жизни. Нет. Скажем, я тебя принимаю во имя Христа и буду нести все последствия твоей нечисти. Все нести на плечах. И тебя, Мой Бог, и ты понеси меня. И тогда мы дойдем вместе до того места, из которого исцеление сияет на нас. Доброе жилье. Субтитры создавал DimaTorzok